Приветствую вас. Совершенно очевидно, что приступы паники, то есть страха, грубо говоря, не являются беспочвными. То есть на самом деле они, ну как бы так сказать, да, довольно почвенные, если можно так выразить. Они почвенные, эти страхи. То есть у них есть обнования, у них есть какая-то причина, у них есть какие-то условия, которые сделали возможным. То, что у вас сейчас возникла паника. И парадокс здесь именно в том, парадокс весь именно в том, чтобы вам постараться увидеть и понять, чем обусловлена эта паника. И, к сожалению, к сожалению, ситуация такова, что без анализа, без анализа ваших, ну, ваших жизненных условий, ситуаций, нельзя сделать выводов относительно того, что именно, что именно заставляет вас испытывать панику сейчас. на данный момент. То есть да, нужно сделать анализ. увидеть обязательно, что вас, что вас так сильно напрягает, что заставляет вас чувствовать себя в постоянном напряжении, например, и тогда уже можно будет говорить о каких-то рекомендациях. Потому что именно паника, именно паника, ваша паника связана с невозможностью выразить ваши же чувства. То есть есть конфликт, конфликт неразрешимый, вот. И вы не видите для себя другого способа решить конфликт, кроме как, ну, вот, собственно, удариться в панику. То есть для вас, именно для вас, других способов нет. Но в действительности, в действительности способы, конечно, есть. просто пока что вы их не видите. И задача психолога помочь вам их увидеть. Если, конечно, вы этого хотите. Если, конечно, у вас есть к этому желание. Если, конечно, вы готовы к работе с специалистом. Вот. Потому что приступы паники – это серьезно достаточно. И я полагаю, что если этими вещами не заниматься, то у вас возможен риск прогрессирования. И тогда уже вам понадобится, может быть, не психолог, который сейчас может помочь вам. А тогда уже может понадобиться другой специалист. Если вам этого не хочется, то не тяните время, не затягивайте своим здоровьем, а решайте проблему как можно быстрее. Я полагаю, что это лучшее, что вы можете сделать для себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...